Музыка Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть музыку ангелов. На самом деле эта мелодия называется «River flows in you». Йо написал известный композитор Ируме. Часто эту мелодию называют музыкой ангелов Моцарта, хотя это ошибочное название. Моцарт это произведение не писал. Также эту мелодию называют «Колыбельная Белла» из фильма «Сумерки». У меня на канале уже есть подробный видеоурок полной версии этого произведения. Это был мой первый видеоурок, который я выложила на канал, поэтому он не в очень хорошем качестве. Сегодня я хочу разобрать еще раз «River flows in you» только в упрощенном варианте, чтобы эту мелодию мог сыграть любой начинающий пианист. Ссылку на мой урок к полной версии этого произведения я оставлю в описании под этим видео. Сейчас я сыграю упрощенную версию этой мелодии полностью, а потом мы разберем ее медленно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассмотрим медленно вступление в правой руке. Начинать мы будем с ноты ля второй октавы. Идем на соль диез. Это повышенная нота соль. От соль сразу берем черную клавишу. Еще раз повторяем эти две ноты. Ля, соль диез, опять играем. Ля, ми, ля, ре. У нас получается восемь нот, которые мы играем одинаково по ритму. Мы должны будем еще раз повторить эти восемь нот без изменений. Только перед тем, как повторить, мы добавим еще две вспомогательные ноты. И когда мы будем повторять наше вступление, мы сыграем две ноты быстро. К ноте ля. И повторяем вступление. Правую во вступлении выучили. Рассматриваем вступлению левую руку. У нас будет использоваться два разложенных аккорда. Показываю, как они строятся. Берем ноту фа диез. Повышенная нотка фа. Через октаву находим еще одну фа диез, такую же самую. Посередине добавляем ноту до диез. Повышенную ноту до. Мы нашли три ноты и играем снизу вверх. Раз, два, три. Это у нас разложенный аккорд. Вначале можем взять вместе, потом сыграть отдельно. По такому же принципу строим второй аккорд. Ре. Находим через октаву такую же ноту Ре. И посередине добавляем ноту Ля. И играем снизу вверх. Левую выучили. Сейчас будем соединять правую и левую во вступлении. Играем три ноты в левой, синхронно с тремя нотами в правой. Фа диез и Ля вместе. Соль диез и до диез вместе. Опять Ля и Фа диез вместе. И одну ноту в правой пропускаем. То есть из четырех нот в правой мы три соединили с тремя в левой. Получается так. Раз, два, три, четыре. Четвертую пропустили. А раз, два, три сыграли вместе. По такому же принципу соединяем следующие четыре ноты в правой с тремя нотами в левой. Три ноты вместе и три ноты вместе. Ля и Ре. Ми и Ля. И снова Ля и Ре. Последнюю ноту в правой пропускаем. То есть из четырех нот три играем вместе. Считаем. Раз, два, три, четыре. Пропустили. И когда нам нужно будет повторить все вступление, мы наши две вспомогательные ноты сыграем отдельно в правой. И снова повторяем вступление. Выучили. Сейчас рассмотрим первый кусочек в правой руке. Мы в начале, в первом кусочке, будем полностью повторять восемь нот из вступления. То есть ничего в правой не меняется. В конце добавим пять новых нот. Рассматриваю их подробнее. До диез. Ре. Ми. До диез. Си. Эти пять нот будут играться подряд, по ритму, без остановок. Остановка только на ноте Си. И еще в первом кусочке мы добавим в начале наши две вспомогательные ноты. Помните, которые мы использовали во вступлении? Ля. До диез. И начнем наш первый кусочек. И пять нот. Правую выучили. Сейчас рассмотрим к первому кусочку левую руку. У нас останется наши два разложенных аккорда из вступления, потому что у нас будет повторяться начало вступления. То есть эти два разложенных аккорда мы будем использовать от Фа диез и от Ре. К ним мы выучим еще два новых разложенных аккорда, которые будут строиться по такому же принципу. Находим ноту Ля. В октаву такую же ноту Ля. И посередине ноту Ми. И у нас получается такой разложенный аккорд. Снизу наверх играем. И последний разложенный аккорд от ноты Ми. В октаву находим такую же ноту Ми. И посередине берем ноту Си. И получается у нас... То есть мы выучили четыре разложенных аккорда. От Фа диеза. От Ре. От Ля. И от Ми. Вот эти четыре разложенных аккорда у нас будут использоваться во всем произведении. То есть можно сказать, вы уже всю левую руку в этом произведении выучили. Сейчас будем соединять правую и левую в первом кусочке. Так как у нас повторяется эпизод из вступления, я это соединение рассматривать не буду. Это все повторилось. Сейчас показываю, как соединить последние пять нот с новыми двумя разложенными аккордами. Играем три ноты в правой с тремя нотами в левой синхронно. Ля до диез. Ре ми. Ми и ля. После этого правой мы пропускаем одну ноту до диез. И на последнюю ноту Си берем наш последний разложенный аккорд. То есть Си и Ми вместе. И доигрывает левая две ноты. Си и Ми. И у нас получается такая концовка первого кусочка. Выучили. Рассматриваем второй кусочек в правой руке. Берем ноту Ля. Соль диез. Ля. Идем на ноту Ми. Идем на ноту Ми. Обратно Ля. Поднимаемся наверх. Си. До диез. Еще раз повторяем. До диез. Продолжаем идти наверх. Ре. Ми. Спускаемся вниз. Ре. До диез. Си. Сейчас сыграю с движением второй кусочек и объясню, как он будет играться по ритму. Вначале играем три ноты. Остановка на третий. Раз, два, три. Остановились. Сейчас считаем до четырех. Раз, два, три, четыре. Остановились на четвертой, на до диез. И снова считаем до трех. Раз, два, три. Остановились на Ми. И опять до трех. Раз, два, три. Остановились на ноте Си. То есть все время считаем вначале до трех, потом до четырех, опять до трех и до трех. Всегда на последней ноте мы останавливаемся. Сейчас я играю с движением, уже не комментируя. Второй кусочек выучили. Сейчас мы будем соединять правую и левую во втором кусочке. Помним, что в левой у нас используются 4 разложенных аккорда, которые мы уже выучили. Я их повторять не буду, просто будем соединять их вместе с правой рукой. Соединение во втором кусочке очень простое. Мы всегда будем соединять правую и левую на той ноте, где останавливается правая. Помните, мы рассмотрели по ритму, где правая останавливается на третьей ноте, на четвертой, потом на третьей и на третьей. Вот всегда, когда правая останавливается, она будет играть вместе с новым аккордом в левой. То есть в правой 4 остановки, в левой 4 аккорда. И мы сейчас будем это соединять. Рассматриваю подробнее. Играем в правой ля, соль диез. На ля, на нашу остановку берем в левый первый разложенный аккорд фа диез. Доигрывает левая всегда отдельно. Доиграла. Сейчас у нас играет правая 4 ноты. На 4, на остановке, мы берем второй аккорд. То есть до диез и ре вместе. Опять играет левая отдельно. Сейчас играем 3 ноты в правой. На остановке берем третий аккорд ля. Получилось ми ля вместе. Доигрывает левая. И последние 3 ноты в правой. На остановке, на ноте си, берем левую, четвертый аккорд. Си и ми вместе. Доигрывает левая. Второй кусочек выучили. Сейчас сыграю его с движением. Сейчас рассматриваем третий кусочек в правой руке. У нас он будет практически полностью повторяться с первым кусочком. Мы опять играем наш элемент из вступления. Потом мы доигрывали 5 нот в первом кусочке. А сейчас в третьем кусочке мы играем те же самые 5 нот. Только у нас будет до диез, ре, ми. Вместо того, чтобы идти вниз, мы играем до диез, си. В первом кусочке мы играли до диез, си. Только на октаву ниже. То есть ноты такие же самые. А в третьем кусочке мы вот эти две ноты подняли на октаву вверх. И у нас получилось. А для сравнения в первом кусочке было так. Просто те же ноты две мы перенесли на октаву выше. Сейчас соединим третий кусочек вместе с левой рукой. У нас, как обычно, начало вступления повторяется. Поэтому это соединение я не рассматриваю. Сейчас соединяем последние пять нот. По такому же принципу, как мы играли в первом кусочке. Три ноты в правой с тремя нотами в левой. До диез и ля. Ре и ми. Ми и ля. Нашу повышенную ноту до диез играем отдельно. А си берем с последним аккордом с ми. Доигрываем наш разложенный аккорд. И у нас получается такая концовка в третьем кусочке. Выучили. После третьего кусочка у нас полностью повторяется второй кусочек без изменений. То есть мы доиграли нашу мелодию вверху. И переходим на второй кусочек. И сейчас будем учить новый четвертый кусочек. Четвертый кусочек в правой руке. Начинаем с ноты ля. Идем на си. Обратно ля. Соль диез. Ля. И ми. Вот этот кусочек у нас будет повторяться два раза подряд. И еще раз. Очень важно на ноте ля и ми чуть-чуть остановиться. То есть первые четыре ноты мы играем в два раза быстрее. И вот на пятой ноте ля остановились. На ми остановились. И снова повторяем по такому же принципу. Остановились. Остановились. Правую выучили. Сейчас будем соединять правую и левую в четвертом кусочке. Сразу скажу, что с четвертого кусочка у нас вот этот эпизод ля-си-ля-соль диез всегда будет начинаться из-за такта. То есть он будет у нас захватывать последнюю ноту левой руки из предыдущего кусочка. То есть мы в предыдущем кусочке играли последний аккорд разложенный. И закончили на ноте ми. Вот эту ноту ми мы должны сыграть с первой нотой ля нашего четвертого кусочка. То есть мы как будто сшили четвертый кусочек с предыдущим. Связали их вместе. Взяли последнюю ноту в левой с предыдущего кусочка. И первую ноту в правой с нового кусочка. Играю еще раз ми и ля вместе. Потом у нас играет правая отдельно. И только на ноте ля, предпоследняя нота ля, мы берем наш первый аккорд от фа диеза. И на ми берем вторую ноту разложенного аккорда, ноту до диез. То есть можно сказать, две ноты разложенного аккорда соединяются с последними двумя нотами нашего кусочка ля и ми, на которых мы делали остановку. А у нас еще остается в левой одна нота фа диез. Мы ее должны соединить с нашим повтором. Помните, о котором мы говорили, всегда будут соединяться с последней нотой разложенного аккорда, с предыдущего кусочка. То есть мы на последнюю ноту фа диез в правой берем ноту ля. И опять у нас нота ля-ми соединяется с двумя нотами следующего разложенного аккорда. То есть нота ре и ля в левой на ля-ми в правой. Берем вместе. Ля-ре. Ми-ля. И у нас еще остается в левой одна нота ре, которую мы соединим потом со следующим повтором, который у нас уже будет в пятом кусочке. Там будут небольшие изменения, я сейчас рассмотрю подробнее. Просто запоминаем, что всегда последнюю ноту с разложенного аккорда мы будем брать на первую ноту нашего четвертого и потом уже пятого кусочка. Сейчас сыграю с движением, что у нас получилось в четвертом кусочке. Выучили. Сейчас мы рассмотрим пятый кусочек в правой руке. Как вы уже догадались, мы играем четыре первые ноты, которые у нас были в четвертом кусочке. Ля-си-ля-со-диез. И потом у нас начинаются небольшие изменения. Мы от ноты ля идем подряд до ноты ми. Поднимаемся. То есть у нас будет ля-си-до-диез. Ре-ми. Пять нот подряд. Сейчас мы так же само спускаемся вниз, только теперь пропустим ноту ре. То есть мы дошли до ноты ми. Сразу перепрыгиваем на до диез. И подряд идем вниз. Си-ля-со-диез. То есть у нас тоже спуск из пяти нот, только мы теперь пропустили ноту ре и пошли на соль диез. Все эти ноты мы играем подряд без остановки, только на соль диез у нас будет остановка. Сейчас будем соединять правую и левую в пятом кусочке. Помним, что у нас с четвертого кусочка еще осталась последняя нота ре, которую мы не соединили. Мы ее соединяем с началом пятого кусочка, с нотой ля. То есть, как обычно, мы эти четыре ноты играем, связывая с предыдущим кусочком. На ля берем ноту ре. И сейчас переходим к нашему третьему разложенному аккорду. Соединяем его по такому принципу. Ля-ля вместе. Пропустили одну ноту отдельно, в правой. До-диез-ми вместе. Пропустили одну ноту в правой. Ми-ля вместе. То есть, в этот подъем, который мы играем, мы должны соединить вместе с левой через одну. То есть, мы играем вместе отдельно, вместе отдельно. Можете так и говорить. Вместе. Отдельно. Вместе. Отдельно. Вместе. Всегда вместе руки играют вместе. А когда я говорю отдельно, у нас играет одну ноту правая рука. И получается так. После этого мы в правой доигрываем наш спуск. И на последнюю ноту соль диез мы берем наш последний разложенный аккорд от ми. Доигрывает левая. И у нас получился такой пятый кусочек. После пятого кусочка мы должны будем еще раз повторить четвертый и пятый кусочек без изменений. То есть, играем то же самое, что мы сейчас учили. Чтобы соединить эти повторы, мы должны будем сыграть вот так. Мы доиграли наш спуск. На соль диез и ми сыграли. И последнюю ноту ми в левой мы, как обычно, соединяем с нотой ля в правой. И начинаем наш повтор. И все повторяем. Повторять эти два кусочка можно или два раза, или четыре. Как вам удобнее. Если вы хотите расширить произведение, играйте четыре раза. Если хотите сыграть его коротко, играйте два раза. Когда вы доиграете последний раз, нужно будет сыграть завершающую ноту си в правой руке. Вместе с ми в левой. Так мы покажем, что мы завершили произведение. Обычно мы всегда останавливались на ноте соль диез в правой. А сейчас мы дополнили ее еще одной нотой си. И у нас получилось. Мы выучили River Flows in You в упрощенном варианте. Если у вас получилось сыграть это произведение, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео, а также поставьте лайк. Также вы можете попробовать выучить в полной версии это произведение. Ссылочку на свой подробный урок я оставлю в описании под этим видео. С вами была Lima Music. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам больших-больших творческих успехов!